Здравствуйте! Перед вами портрет Рене Декарта, одного из величайших ученых в мире. Он был известным математиком и философом. Рене Декарт родился 32-мя годами позже Галилео Галилея, поэтому можно считать его немного современнее. А вот умерли они приблизительно в одно и то же время. Галилео Галилею было 78 лет, а Декарту только 54. Вы можете найти много афоризмовых цитат этого знаменитого ученого, но самой известной стала его фраза «Я мыслю, следовательно, существую». Также здесь записано еще одно высказывание Декарта, наименее известное, но оно очень мне нравится, поскольку это высказывание отдельное и дает понять, что этот величайший математик и философ – обычный человек, который тоже допускает ошибки, но не перестает идти дальше. Просто продолжайте идти, просто продолжайте идти. Я сделал столько ошибок, сколько только можно было сделать, но я все равно продолжал идти. Очень хороший жизненный совет. Рене Декар сделал много чего как для философии, так и для математики. Но на этом уроке мы рассматриваем его как сооснователя алгебры. Именно его надо благодарить за связь между алгеброй и геометрией. Давайте здесь слева запишем «алгебра». В алгебре мы имеем дело с уравнениями, составленными из символов, которые, в свою очередь, могут принимать разные значения. Предположим, у нас есть уравнение у равен 2х минус 1. Это уравнение представляет собой отношение между значениями икса и у. Давайте нарисуем таблицу. Выберем несколько значений икса, и посмотрим, чему будут равны соответствующие значения у. Для икса мы можем выбрать абсолютно любые числа, а вот значение у мы получим в результате подстановки иксов в уравнении. Я, пожалуй, выберу простые числа, чтобы вычисления были не таким и сложными. Итак, если х равен минус 2, то у будет равен 2 умножить на минус 2 минус 1, а это равно минус 4 минус 1, то есть минус 5. Если х равен 0, то у равен 2 умножить на минус 1 минус 1, а это равно минус 2 минус 1, то есть минус 3. Если же х равен 0, то у равен 2 умножить на 0 минус 1. 2 умножить на 0, 0 минус 1 равно минус 1. Возьмем еще несколько значений. Если х равен 1, то, напоминаю, мы можем взять абсолютно любые значения для икса. Это может быть и корень квадратный из 2, и минус 5 вторых, и 6 седьмых. Я выбираю простые числа только по той причине, что так легче вычислять у. Продолжим. Если х равен 1, то чему будет равен у? Если х равен 1, то у равен 2 умножить на 1 минус 1. 2 умножить на 1 – это 2, 2 минус 1 – это 1. Возьмем еще несколько значений. Если х равен 2, то у будет равен 2 умножить на 2 минус 1. 2 умножить на 2 – это 4, 4 минус 1 равно 3. Надеюсь, здесь все понятно. Мы записали уравнение, которое представляет собой отношение между значениями у и икса. Потом мы внесли немного конкретики. Мы записали значение икса и вычислили соответствующее им значение у. Какое отношение ко всему этому имеет Декарт? Декарт понял, что это отношение можно визуализировать. Можно изобразить эти точки, но более того, можно изобразить полностью это отношение . По сути, он построил мост между очень абстрактной символикой алгебры и геометрией, которая имеет дело с формами, размерами, углами. Здесь справа мы будем рассматривать мир геометрии. Возможно, некоторых ученых, которые также сделали вклад в эту область, история уже и не помнит. Но я хочу, чтобы вы также знали, что до открытия Декарта геометрию рассматривали, как эвклидовую геометрию, которую вы изучаете в самом начале курса геометрии. Это 7-8 класс. Вы начинаете изучение соотношений между геометрическими фигурами, например, треугольниками, углами, окружностью и радиусом или окружностью и вписанным в нее треугольником. Вот что сделал Декарт. Декарт сказал, что можно визуально представить это отношение точно так же, как эвклид представлял эти треугольники и окружности. Например, если у вас есть лист бумаги, являющийся двумерной поверхностью. Почему двумерной? Потому что мы можем двигаться по этому листу только в двух направлениях. Снизу вверх – это одно направление, и слева направо – это второе направление. Если же это трехмерная плоскость, то третье направление будет как будто вне листа. Проще всего на экране изображать двумерное пространство, так как сам экран является двумерным. И поскольку здесь у нас две переменные, отношения между двумя переменными, то почему бы не ассоциировать эти две переменные с этими двумя направлениями на плоскости? Договорились обозначать это направление, эту ось через у. У – это зависимая переменная. Она зависит от значения х. А все значения х, от которых зависит значение переменной у, мы будем отмечать на горизонтальной оси. Именно Декарт обозначил неизвестные как х и у. Давайте разобьем оси на деление. Предположим, здесь у нас будет минус 3, здесь минус 2, минус 1, 0. Я всего лишь отмечаю числа на горизонтальной прямой. Здесь, соответственно, будет 1, 2, 3. То же самое проделаем и для вертикальной прямой оси. Продлим вертикальную ось еще немного вниз. Здесь мы отмечаем 1, 2, 3. Здесь же мы отмечаем минус 1, минус 2. Конечно, можно было назвать эту ось осью х, а эту – осью у. Вот это направление сделать положительным, а это отрицательным. Но условились именно так рисовать координатную плоскость, как это впервые сделал Декарт. Это своеобразное соглашение между математиками. Минус 2, минус 3, минус 4 и минус 5. Декарт предложил ассоциировать каждую из этих пар с точкой в двумерном пространстве, то есть на плоскости. Мы берем минус 2 из таблицы, это первое значение х, и отмечаем минус 2 вот здесь, да горизонтальная оси слева от начала координат, от нуля. Так как минус 2 – число отрицательное. А вот соответствующее значение у, минус 5, мы ассоциируем с числом на вертикальной оси, оси у. у в данном случае равен минус 5. Значит, если мы продвинемся на 2 деления влево и опустимся на 5 делений вниз, то получим вот эту точку. Таким образом, Декарт утверждает, что эти два значения х и у, минус 2 и минус 5, можно ассоциировать с этой точкой на координатной плоскости. Значит, координаты этой точки минус 2 и минус 5. Эти координаты называют Декартерами в честь Рене Декарта. Именно он пришел к такому выводу. Он первым ассоциировал отношения между двумя переменными с точкой на координатной плоскости. Ну что ж, идем дальше. Рассмотрим следующую пару значений. Если х равен минус 1, то у равен минус 3. Итак, х равен минус 1, а у равен минус 3. Вот эта точка. Опять-таки условились записывать сначала координату х, а потом у. Просто так решили и все. Это точка с координатами . Далее идет точка с координатами х равен 0, у равен минус 1. Если х равен 0, то у равен минус 1. Это означает, что мы должны опуститься вниз на одно деление. Это точка . Продолжаем. Если х равен 1, то у равен 1. Если х равен 1, то у равен 1. Если х равен 2, то у равен 3. При х, равном 2, у равен 3. Это точка с координатами . А это была точка с координатами . Ничего сложного, как видите, нет. Мы просто подставили разные значения х в это уравнение и вычислили соответствующее значение у. Но вместо этих всех х мы могли выбрать и другие. И если бы мы отметили на координатной плоскости абсолютно все значения х и у, то в результате получилась бы прямая. Таким образом, если бы мы подставили вместо х все возможные значения, то в итоге получилась бы прямая, которая выглядит примерно так. Если мы подставим в уравнение любое значение х и вычислим соответствующее ему значение у, то точка с такими координатами будет принадлежать этой прямой. Можно рассуждать и по-другому. Координаты любой точки на этой прямой являются решением этого уравнения. Например, если мы возьмем эту точку, то х здесь равен 1,5, а у равен 2. Давайте запишем ее в координаты. Это 1,5 и 2. Эта пара также является решением этого уравнения. Давайте проверим, так ли это. 2 умножить на 1,5 – это 3. 3-1 равно 2. Все верно. Вот так Декарт объединил алгебру и геометрию. Благодаря его открытию мы можем визуализировать на координатной плоскости все значения х и у, которые удовлетворяют данному уравнению. Именно Декарт установил связь между алгеброй и геометрией. Вот почему координаты, которые мы используем для обозначения точек, называются Декартовыми. И первыми мы начнем изучать уравнения именно такого вида. Они называются линейными уравнениями. Вы, вероятно, спросите, то, что это уравнение понятно, одно выражение равно другому. А почему это уравнение называется линейным? При чем здесь линия? Чтобы это понять, нужно сделать то же, что сделал сам Декарт. Если мы отметим все точки, координаты которых удовлетворяют этому уравнению на эвклидовой плоскости, то в результате получится линия, точнее, прямая. В дальнейшем вы увидите, что существуют и другие виды уравнений, графиками которых являются разнообразные кривые. Надеюсь, все было понятно. На этом все. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok